Всем привет, с вами Древар, через один день буквально начинается уже 10 сезон боевых кораблей, да, так быстро время летит и уже следующий сезон, и сегодня в данном видосе я вам подготовил советы, которые вполне возможно вам помогут продвигаться как можно выше в этих боевых кораблях, чтобы вы где-то не топтались в самом-самом дне, а реально поднимались как можно выше. Большое спасибо за это опергруппе RU Warships, то есть люди подобрали мне совет, то есть я уже что-то себе аккумулировал в голове, что я вам буду доносить, что я вам буду рассказывать, плюс люди, мне точно так же подсказывали маленькие советики, которые могут помочь вам именно в боевых кораблях. Уже появился снидпик у Космикаду, что нас ждет на 10 сезоне боевых кораблей, и уже люди начали придумывать тактику как играть, то есть до начала сезона уже люди придумывают как они будут прокачиваться по дереву прокачки для того, чтобы как можно выше дорасти вот здесь, как можно выше здесь дорасти и соответственно попасть в мировой топ, попасть в топ какой-то определенной страны, где вы живете. И самый первый совет, который не относится даже к началу сезона, а относится еще, грубо говоря, к предыдущему сезону, если у вас есть возможность подтопить, подтопить, вот например, остается один день до конца сезона, и вы, например, сидите где-нибудь здесь, например, на 17 ранге, на 18, может еще ниже, на 15, вот, например, сидите вы на 15 ранге, и вы вот сидите где-то примерно вот здесь, и такие, типа, а зачем уже день, уже дождусь следующей сезоны? Нет, если у вас есть возможность, если у вас есть силы, подтопите повыше, вот реально подтопите на этот 16 ранг, это вам даст, вот как первый совет, это вам даст буст на следующий сезон, то есть когда следующий сезон обнуляется, разработчиками рассчитывается формула, и, например, если я закончил сезон на 23 ранге, она рассчитывается, и следующий сезон я начинаю, грубо говоря, где-то вот здесь, на 14, на 15, где-то вот здесь начну. Если бы я закончил сезон, например, на 21 ранге, тоже алмазка, тоже никуда на легендарку не залез, тоже алмазка, все хорошо, но с 21 ранга я бы уже начинал где-то вот здесь, на 13, может быть, на 12, и, соответственно, я бы лишился одного сундука, второго сундука, третьего сундука, я лишился трех бы сундуков, и, соответственно, в самом-самом начале, в первый же день я не смог бы подняться повыше, то есть в первые часы мне было бы сложнее, мне бы пришлось кровью и потом выбивать эти сундуки, убивая противников, и, соответственно, только так я бы их смог открыть, а так бы я, они мне сразу бы дались, я бы по дереву прокачки прокачался бы чуть лучше, и мне бы легче было продвигаться дальше, то есть мне бы реально легче было продвигаться за счет того, что у меня эти сундуки уже были, за них бы мне не пришлось бороться, и это первый совет. Второй совет, сразу же вытекающий из первого, что в первый день, в первые сутки, в первые двое-трое суток вам придется в боевые корабли позадротить, потому что вот, ну, например, зайти, открыть сундук, и, грубо говоря, больше ничего не сделать, нет, так не пойдет. Вот именно первый, второй, третий день вам реально надо будет очень сильно позадротить в боевые корабли, чтобы продвинуться как можно дальше, потому что именно в первый день очень много количества людей играет, и, соответственно, вы можете там попасться на какого-нибудь супер-мега там просто проигрока и слиться, и такие, а, и отстойно что-то слился, но потом вы попадетесь на трех каких-то нубов, которые тоже зашли поиграть в первый же день, потому что в первый день самый большой онлайн, и их победите, и, соответственно, сможете подняться чуть повыше, плюс, да, это для донатеров, наверное, больше такой совет, вот на боевых кораблях вам очень сильно, особенно в первые дни, понадобится мгновенное обучение, то есть потом уже по сезону оно не так важно, то есть оно как бы в принципе надо, но не так важно, потому что дальше важно именно качество, как вы будете оттачивать, то есть уже количество боев не важно, а вот именно в первые несколько дней, ну, прям самое-самое классное, когда у вас есть мгновенное обучение, или оно еще осталось и не закончилось. Следующий совет по поводу сундуков, в первый сразу же, вот если у вас есть возможность, ну, я надеюсь, у вас будет эта возможность в 11 часов зайти и открыть первый сундук, пусть это будет не какой-то крутой, пусть это будет не золотой, пусть это будет здесь в железке, пусть это будет здесь в камне, но сразу же в 11 часов зашли и кое-как набили этот сундук, Для чего это делается? Чтобы пошел, чтобы начал тикет таймер Как только начал тикет таймер, то есть, соответственно, вы ничего не теряете Вы открыли этот сундук, да, он может быть еще не сильно крутой, но вы его открыли То есть вы не потеряли те ключи, что вы бы зашли вечером там и спокойно начали оттачивать Нет, к вечеру у вас открутится сундук и вы снова сможете его открыть То есть вы на целый сундук больше получите, чем те люди, которые вечером пришли после работы и только тогда начали играть Поэтому в 11 часов зашли и открыли этот сундук, без разницы, какой он будет, самое главное, открыли Для того, чтобы его открыть, вам обязательно надо будет, следующий совет, прокачать лодки на максимальный левел Они все равно вам понадобятся, то есть по возможности, если вы хотя бы более-менее где-то сидите Ну хотя бы, ну хотя бы вот где-то здесь, ну хотя бы вот где-то вот здесь, обязательно лодки прокачивайте на максимальный левел Канонерку можно выкачивать на троечку, четверочку, в зависимости от того, сколько будет тратиться вот этих токенов для апгрейда Это тоже, в принципе, важно, канонерка, но не так важна, как лодки Вот лодки самые обязательные для прокачки И следующее, вот вы открыли сундук, прокачали лодки Чем-то кое-как взяли этот сундук, там без разницы, какими войсками, как у вас это получилось Но взяли этот самый сундук первый, после этого садитесь и в спокойном режиме начинайте анализировать дерево прокачки Что вас ждет в предстоящем сезоне Здесь я вам показываю скрины, которые уже будут именно по прокачке на следующий сезон Можете тоже это поанализировать для себя, решить, что вы будете прокачивать Здесь, как видите, гренадеры вначале появились Но я бы вам не советовал их еще прокачивать Уже начался спор, нужны будут эти гренадеры, не нужны Многие говорят, что это просто будут тупо максимально бесполезные войска Потому что фитиль есть, можно будет с одного машинного отделения на второе перебегать И эти гренадеры сильно решать не будут Плюс дальше на трех машинных отделениях появятся горы И горы гораздо будут быстрее выносить машинное отделение и вообще базы оппонентов Чем те же гренадеры, медленно снося защитное сооружение за защитным сооружением И это следующий совет Анализируйте, анализируйте максимально полно Если вы не можете проанализировать, посмотрите другие какие-нибудь каналы Которые снимают именно боевые корабли в хорошем режиме То есть не смотрите те каналы, которые просто от балды Ну, не знаю, свой советовать может Ну, буду, наверное, буду свой канал советовать Стараюсь именно в первые дни показывать максимально побольше стримов Максимально побольше видосов Чтобы людям показывать, как я иду И, соответственно, озвучиваю То есть я иду хорошо, у меня получается Либо идти так не надо И идите какой-то по другой ветке И, соответственно, не делайте, как я А я просто нафейлил Ну, и даю вам такие советы На своем или хорошем, или горьком опыте Следующий совет по поводу дерева прокачки относится Когда вы проанализировали его Вы уже придумали, либо подсмотрели у кого-то максимально хорошую тактику Даже если у вас на данный момент не хватает ключей Лучше не метаться и там открывать прям все подряд От балды, не понимая, зачем вы это открываете Лучше идти по какой-то целенаправленной ветке Которая вполне возможно вот именно не сейчас может вам принесет победку Возможно завтра То есть сейчас вы потерпите Сейчас вы посидите где-то там в хвосте там топа Но потом завтра, не прокачивая, например, какой-то бред Вы сможете подняться То есть сегодня вам плохо Сегодня у вас не получается Но за счет того, что вы не начали метаться Завтра вы откроете то, что вам нужно То, что вы присмотрели И то, что вам поможет подняться И, соответственно, завтра вы сможете подняться как можно выше И следующий совет, как можно быстрее пытайтесь дорасти вот до алмазки, то есть золото как бы, ну хорошо, если вы сидите где-то, ну где-то может здесь, золото тоже уже хорошо, но как можно быстрее, если кто-то вот топит или хотя бы пытается топить, старается или хочет в ближайшее время начать топить, как можно быстрее старайтесь дотопить именно до этой алмазки. И именно здесь начинаются хорошие сундуки, и именно здесь сидят основные топы, то есть если вы доросли досюда, например, даже не в первый день, во второй, в третий, в четвертый, ну как бы в ближайшие несколько дней, то есть, ну конечно, если вы доросли досюда там через 2-3 недели, но понятное дело, что много людей уже к тому моменту дорастет, вот грубо говоря, до легендарки, и соответственно они будут иметь гораздо больше буст, гораздо больше прокаченных зданий, гораздо круче базу, чем вы. Но если вы смогли все-таки дорасти вот сюда, где открываются уже крутые, реально крутые сундуки, в первые там 2-3 дня, то это просто максимально хорошо, и значит у вас все в этом сезоне будет получаться. Следующий вот в группе давал совет, пацанчик, что не стоит копить ключи, то есть стоит побыстрее, как можно максимально открывать дерево прокачки, просто определиться, куда ты будешь идти, и максимально полно, постоянно, нон-стоп открывать, то есть не собирать ключи. Но лично я советовал бы, если при переходе с машинного отделения на машинное отделение, и если вы не в топе, то есть его совет относится вот открывать все подряд, нон-стоп сразу одно, второе, третье, вот только вы выбили ключи, сразу что-то открывать, относится прям супер к мега топу, то есть вот к топ 100, к топ 500 мира, вот ну именно к тем людям, которые вот прям нон-стоп постоянно открывают и хорошо сидят. То есть, да, тогда реально надо постоянно все открывать, чтобы у вас хоть на капельку, но было лучше, чем у ваших противников. Но, если у вас не все так хорошо, и вы где-то в серединочке сидите, но хотите подняться, тогда бы мой совет немножечко подкапливать при переходе на следующее машинное отделение. То есть, например, вы сидите на трех машинных отделения и собираетесь перейти на четвертое машинное отделение, но у вас хватает ключей только на переход на четвертое машинное отделение. А это четвертое машинное отделение, грубо говоря, вы видите, у ваших противников ничего не дает воз. То есть вы с тремя машинными отделениями более-менее адекватно сражаетесь против четырьмя, против четырех машинных отделений. Я бы не советовал переходить на это четвертое машинное отделение, потому что вам сразу же начнет подкидывать оппонентов именно с четырьмя машинными отделениями. Бумбич так настроен, эти боевые корабли так настроены, что сколько у вас защитных, сколько у вас машинных отделений, столько вам и начинает подкидывать у противников. То есть, например, если есть в пуле 100 человек, которые имеют 4 машинных отделения, и вы перешли на 4 машинные отделения, вам из этого пула будет подбираться противников с 4 машинными отделениями. И пофиг, что у них на 4 машинных отделения будет открыто следующее, будет еще что-то открыто, будет все дерево прокачки по 4 машинным отделениям открыто, а у вас только открыто само машинное отделение. Вам и таких противников могут подкидывать на 4-х машинных отделениях Поэтому, если вы прям не супер-мега в топе, а где-то в серединке То я бы вам посоветовал, чтобы перейти на следующую машинную отделение Хотя бы еще на несколько открытий накопить ключей, чтобы вы могли прокачать И, соответственно, быть неполным нубом на новом машинном отделении, которое вы только-только открыли Следующее по поводу расты Сразу несколько советов будет по поводу расты Например, вы оттачили противника и, например, вот просто тупо нафейлили на его базе То есть у вас, например, одна раста какая-нибудь, а пошли на противника и не смогли его взять Вот эту расту поставьте То есть поставьте эту расту, посмотрите, как вас будут брать И, соответственно, может это реально просто супер-крутая раста, гораздо лучше, чем ваша И на данный момент эту расту очень сложно брать Или в то же время вы увидите, как эту расту будут на вашей базе брать другие игроки И, соответственно, сможете научиться по повторам брать такие же расты Которые для вас, ну, раньше были какими-то супер-мега нереальными А так вы посмотрели, как на вас атаковали Как вы носили эту расту И, соответственно, вам будет против ваших оппонентов легче выносить данные расты Следующий совет по поводу еще дефа Смотрите, иногда на некоторых сезонах Не на всех, вообще далеко не на всех Ищеки появляются в начале сезона Где-то на третьем, четвертом, пятом машинном отделении Как их контрить? Например, те же ищеки Шоковые мины, шоковые установки Очень хорошо контрят ищек Ружки Ружки очень хорошо контрят, например, каких-нибудь солдатиков Например, ухват подходит против, например, того же буллита Против каких-то точных Например, против тех же гор Против тех же бомбардиров Ухват тоже очень хорошо подходит Поэтому разные виды защитных сооружений Подходят против разных тактик То есть, если вы знаете, что, например, на вас очень часто атакуют Например, горами связка Просто одно машинное отделение Второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое Просто все машинные отделения выносят горами Одно за другим Ставите шоковые установки Ставите шоковые мины Если есть возможность Конечно же, по дереву прокачки, если есть возможность это поставить, ставите, и на вас просто тупо перестанут ходить теми же горами, на вас просто перестанут ходить теми же ящейками, если у противника не будет, например, того же обстрела, если не будет того же шока, чтобы зашокать это, потому что все это повыносит, но прям очень сложно. Я думаю, наверное, вы видели, что иногда есть выбор, например, поставить пулемет, поставить пушку, ну или поставить, например, зеленую мину. Вот когда на вас ходят горами, очень сильно помогут, если у вас будут стоять, поставьте пушек, больше, больше пушек. То же самое эти пушки очень хорошо решали против вертолета, вот на этом девятом сезоне. Чем больше пушек, вертолеты к ним подлетают, пушки один ваншот, минус вертолет. Соответственно, разный вид дефа подходит против разного вида войск Но, конечно же, шоковые установки и шоковые мины, на мой взгляд, это практически одни из самых лучших зданий дефа на боевых кораблях, которые когда-либо были созданы Следующий маленький совет по поводу Расты тоже Смотрите, вот почему защитные сооружения расположены по одиночке Они, кажется, что они могут сделать? Они же ничего, никого не остановят Они сделают то, что надо, они задержат оппонента То есть оппоненту, чтобы пройти дальше, надо будет сразу снести это, потом его войска побегут к этому защитному сооружению А это все секунды, в боевых кораблях решает тайминг Очень часто, ну, наверное, практически в большинстве случаев решает время То есть всегда, ну, очень часто вы сносите оппонента на все машинные деления, на все бабки сносите Но вас снесли, например, быстрее И вот защитное сооружение, которое расположено на берегу, где-нибудь здесь, здесь Все это усложняет оппоненту жизнь То есть ему приходится от одного бежать ко второму, к третьему И, соответственно, он тут потерял 5 секунд, тут потерял 5 секунд, тут где-нибудь потерял 5 секунд Все это наслаивается в какие-нибудь 15-20 секунд И, соответственно, за эти 15-20 секунд у вас есть возможность вынести вашего оппонента У которого бы, например, этих защитных сооружений не было А все стояло, грубо говоря, вот так в кучке И все, то есть вы спокойно пошли и не потратили те же 15-20 секунд Для того, чтобы поодиночке сносили эти защитные сооружения, которые расположены прямо, ну, на высадке Плюс на высадке очень часто при различных растах отлично заходят, например, мортиры Если идут, например, какие-нибудь солдаты Либо идут какие-нибудь базуки Либо идут какие-нибудь бомбардиры Мортиры, которые расположены на берегу, иногда очень круто заходят Точно так же на берегу иногда очень круто заходят, например, пушки бум Все в зависимости от того, какая высадка и какая раста и какими видами войск ходят Но здесь надо смотреть, именно здесь надо анализировать, чем на вас ходят И, соответственно, немножечко подстраиваться Поэтому мортиры на берегу иногда очень неплохо контрить тех же бомбардиров Потому что, когда вы их будете высаживать, они все равно подойдут в зону действия Атаки именно мортиры и могут умереть Сали совет по поводу, если есть ухват, обязательно брать Эверспарк для того, чтобы контрил Ну, если в конце, на самом деле, я бы, наверное, дополнил этот совет Что брать надо или Кавана, ну или Эверспарка Потому что, если будет булит, если будет брик То ухват просто моментально всех ваших войск Все ваши войска просто пожрет Критеры будут отвлекать его Вызывные войска, воскрешенные войска у Доктора Кавана будут отвлекать его А булит не будет отвлекать Булит первым же полетит к этому ухвату И, соответственно, очень быстро здесь умрет Потому что возле ухвата в основном всегда располагается Кое-какой, но минимальный деф, который сможет уничтожить и булиты, и брика Следующий советик такой Старайтесь как можно быстрее открывать сундуки Первый сундук я в самом начале видоса рассказывал Что его обязательно максимально Вот надо просто скоренько открыть Но остальные сундуки я бы тоже вам советовал не накапливать Прямо 4 нон-стоп 4 сундука По дню Соответственно, а в боевых кораблях решает полдня В боевых кораблях решает несколько часов То есть, вот сейчас я, например, вечером, грубо говоря, для вас иногда записываю видос Что вот эта тактика решает Вот прям вообще топчик, вообще огонек Выпускаю вечером видос А кто-нибудь мой видос посмотрел только на следующий день, например, утром Либо на следующий день вечером То есть, прошли уже сутки после того, как я записывал видос А за эти сутки уже выпало 3 сундука И совершенно все поменялось То есть, в боевых кораблях реально решают полдня Решают даже несколько часов Что именно сейчас может раста тащить Может тактика тащить Может какие-то виды войск тащить А уже завтра Просто совершенно данный вид войск тащить не будет И будет тащить что-то другое То есть, надо быть постоянно в теме Ну, смотрите ютуберов И самому анализировать Общаться в опергруппе Если у вас есть люди, которые прям нон-стоп постоянно топят И которые находятся в топчике И которым нравятся боевые корабли Сегодня и так долгий видос получился По поводу того, на кого равняться Равняйтесь даже не на свой топ Равняйтесь на мировой топ Смотрите, как в мировом топе играют люди Какие у них расты, чем они ходят И, соответственно, за счет этого будет профит Потому что, ну, те люди, которые чуть лучше вас играют Которые чуть выше вас сидят Соответственно, именно на их атаках На их растах можно учиться И, соответственно, стремиться Построить такую базу Построить такой деф Построить такую тактику от атаки Как у этих людей Которые реально сидят где-то очень и очень высоко Ну и маленький совет уже на творчество Сами придумывайте тактики То есть, ютуберы хорошо Топы хорошо Но вполне возможно, что вы придумаете Какой-нибудь такой деф Который вот именно сейчас Именно в данную минуту Вам поможет подняться как можно выше То есть, например, все размещали Все размещали машинное отделение Как-нибудь так типа разрозненно То есть, одно здесь Одно здесь где-нибудь И казалось это круто Все так размещали Казалось это круто Но вы придумали, что надо все машинные отделения Например, расположить вот в самом-самом конце И попробовали раз Попробовали два Попробовали три И поняли, что противникам Очень сложно пробиваться Через все здания дефа Когда, ну, они, грубо говоря Все вот в кучу Если бы вот здесь себя расположил Им очень трудно пробиваться И, соответственно, вы поняли Что это гораздо лучше так И вы поняли, что это вот сейчас Именно прям тащит И, соответственно, да Вот вы придумывали Быстренько-быстренько Нарабатываете себе победки Поднимаете как можно выше здесь По прокачечке И, соответственно, открываете Дополнительные сундуки Которые вам помогут Еще больше Еще круче Подниматься в боевых кораблях Поэтому не стесняйтесь Где-нибудь что-нибудь придумывать Как-нибудь экспериментировать Потому что, если, например В первый, второй день Вы пять, шесть раз Меняли расту Это нормально Это реально нормально Вы один раз попробовали Не зашло Второй раз попробовали Не зашло У кого-то подсмотрели О, это хорошо А давай я дополню еще Вот так, так, так И это зашло Поэтому Первый день, второй день Если вы много раз Меняете расту И много раз пытаетесь Как-то по-разному Оттачить Это нормально Потому что еще Не все знают Как просто идеально Будет заходить Еще все сомневаются Еще все экспериментируют И, возможно, ваш эксперимент Будет самым лучше Короче, вот такой видос По поводу Боевых кораблей Маленькие советы Я надеюсь Вам они пригодятся Да, больше разговорно Да, больше Бла-бла-бла-бла-бла-бла Но я надеюсь Вам хотя бы Что-то из этих советов Пригодится В дальнейших Боевых кораблях И хотя бы Что-то вам поможет Как можно Выше продвигаться Просто самое главное Не торопитесь Анализируйте И удачки вам В боевых кораблях И в 10 сезоне И в дальнейших сезонах Короче, вот такие советы С вами был Андрей Вар Если вам данный видос понравился То, конечно же Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комменты Ну а с вами был Андрей Вар Всем пока